Разработку комплекса поручили НИИ-20. В середине 60-х эту организацию переименовали в научно-исследовательский электромеханический институт. Главным конструктором был Вениамин Ефремов. Бросили клич по нашей необъятной родине, кто может взяться. Героев практически не нашлось. И вот Вениамин Павлович Ефремов, НИИ-20, сказали, что попробуем. Комплекс должен был располагаться на гусеничных шасси высокой проходимости. Время развертывания, свертывания 5 минут. Если комплекс находится долго на позиции, как вот объектовое ПВО, то как только он откроет огонь, следующим воздушным налетом его снесут с лица Земли. Вот чтобы этого избежать, стрельнул, свернулся, и через 5 минут ты можешь отскочить на несколько километров в сторону. Комплекс, естественно, получается немножко сложнее. Более миниатюрная аппаратура и требования к аппаратуре гораздо жестче. Она испытывает на марше большие нагрузки, ударные в первую очередь вибрации. Технология изготовления чуть-чуть сложнее получается. Зенитный ракетный комплекс «Круг». Зенитная управляемая ракета 3М8. Максимальная дальность поражаемых целей 45 километров. Минимальная высота поражения 3 километра. Максимальная высота поражения 23,5 километра. Максимальная скорость поражаемых целей 2880 километров в час. Вероятность поражения цели одной ракетой 0,75. Комплекс «Круг» приняли на вооружение в 1965 году. Основным подразделением комплекса стал зенитный ракетный дивизион. В него входили станции обнаружения целей и три зенитных ракетных батареи. В составе каждой батареи станция наведения и три пусковых установки. Машины имели противопульную броню и оснащались системой противоатомной защиты. На пусковой установке размещались две управляемых ракеты. Масса каждой — 2,5 тонны, а длина — 8,5 метров. К ракете пристыковывались пороховые стартовые ускорители. Они разгоняли ее на начальном этапе траектории, после чего в действие вступал прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Топливом для него служил авиационный керосин. Такая схема ракеты позволяла уничтожать цели, летящие почти с тройной скоростью звука, то есть практически все типы самолетов и крылатых ракет. Отметка 262,2. По приказу командования, ЗРК должны были выдвигаться в заданный район и вести противовоздушную оборону. Максимальная скорость движения гусеничных машин составляла 64 километра в час. Стартовые позиции, пусковые установки занимали, как правило, схода. При этом время развертывания комплекса составляло всего 5 минут. Рабочее место командира дивизиона находилось в кабине станции обнаружения. Командиры батареи располагались в станциях наведения. Вокруг размещались пусковые установки. Все сигналы боевого управления между элементами комплекса передавались по радиоканалам. Командир дивизиона, приняв решение на уничтожение цели, отдавал приказ батареям. На станциях наведения ракет загоралось специальное табло, и станция автоматически наводилась на выбранную цель. После чего происходил выбор конкретной пусковой установки и конкретной ракеты. 11-й и 12-й готовы. Цель подходит в зону пуска. Когда цель входила в зону поражения, командир батареи производил пуск. Сближение ракеты с целью и поражение цели отображались на индикаторах станции. Подрыв ракеты происходил после срабатывания неконтактного радиовзрывателя на расстоянии менее 50 метров от цели. В процессе эксплуатации комплекс неоднократно модернизировался. В результате дальняя граница зоны поражения увеличилась до 50 километров, а нижняя граница уменьшилась до 150 метров. Комплекс «Круг» предназначался для защиты крупных воинских формирований фронтового значения, включая штабы и войсковой тыл. «Круг» занимал верхнюю строчку в иерархии самоходных зенитных ракетных установок.